Всем привет! Привет, с вами Агара и это прохождение игры Зиннгерс. В предыдущей части мы остановились на том, что фея Цитана захватили солдаты Авиха в плен и робота в том числе. Вернее, им, конечно, нужен был больше всего робот, но так уж получилось, что и эти двое тоже попали в плен. Цитан, чтобы ты залез в робота? Док, пока деревня не была уничтожена, я жил без сомнения в себе, но теперь все не так. Я не знаю, кто я такой, я раньше себя так никогда не чувствовал. Но мы ничего не можем сделать, пока мы пленники, даже если мы этого и хотим. Давай немного отдохнем, может быть от этого твои эмоции поулягутся. Хорошая идея, ладно, давай немножко отдохнем. Стану нечего сказать, это был он. Точно совпадение быть не могло. Это значит, что мы приближаемся к времени Евангелия. Император. Симпатяшка. Да, проповедь. Мы люди, изгнанные из рая и вынужденные жить на поверхности земли. Цитан вспоминает, как он беседовал с императором. Мы снова вернемся и предстанем перед Богом и будем жить с ним вместе в раю. Это время проповеди, это время пришло. Мы газели должны найти место, где покоится Бог и воскресить его. Газели, это те люди, как вы поняли, которые живут не на поверхности земли, а ягнята, простые жители. Это наша последняя молитва. Наша последняя молитва. Это последняя молитва, чтобы избежать судьбы, которая была уготована нам в момент нашего зарождения. Боже, неужели это конец? Ага, как и было написано в рапорте транспорта Виха. Там сверху вы видите нашего робота Велдал. То есть за нами кто-то наблюдает. И посмотри, что у них здесь есть. Сомнений нет. Это новая модель Кислева. Это, видимо, тот самый украденный робот, за которым все гоняются. Прям всем он нужен. Новая военная разработка. Что бы там ни было, мы ни за что не позволим этому парню, Шахану, завладеть им. Гайнар. Башня А Антон и башня Б Белта могут включать свои эктропометры. Короче, буду сейчас запинаться. Через 20 секунд после открытия люка. Франс. Я ничего не слышал, только звук текущего песка. Подозрительная и радарная активность не замечена. Марсель. Войска Май Треа находятся в ожидании возле катапульт. Они смогут высадиться через минуту после нашего всплытия. Хорошо, давайте начинать. Готовность номер один. Наземный бой готов. Торпедные... Что там готово? В общем, все готово. Навигация инженерная тоже. Молодой мастер, что происходит? Почему такая паника? Только не это. Молодой мастер, подождите секундочку. Всем занять боевые позиции. Поверхностная навигация. Включайте песочную помпу. Приготовьтесь к залпу из бортовых орудий при всплытии. Молодой мастер! Право руля. Там наверху и сильный ветер, поэтому нас может перевернуть. Джерика, передай мне управление. Никого не слушает этот молодой мастер. И мы сейчас с вами видели только что новых персонажей. Цитан, смотри, что это. С ними мы познакомимся попозже. Пока что мы просто поняли, что они путешествуют на такой сухопудной подводной, подпесочной лодке. Не знаю, как ее назвать. Она передвигается по песку и может в него погружаться. И они решили отбить этого робота. Песочный крейсер. Это, наверное, те самые песочные пираты. А у них такой внушительный крабы. И орудия тоже. Поменять местами огонь. Башни А и Б. Подсчитываю поправку. О, да. Переключить режим после первого залпа. Давайте их затормозим. Зададим им такую порку, про которую они никогда не забудут. Молодой мастер, подождите. Это может быть просто реаквизированный крабль, а не военный крабль. Дайте мне с этим разобраться. Не важно, военный это крабль или нет. Не везет. Но везет он нового робота. Ганнер, задаем жару. Вот мы и повстречали песочных пиратов. Бабац. Нам задали жару, черт побери. Попали, судя по крену. Судя по углу, похоже, что выстрел из орудия пробил обшивку. Мы утонем через несколько минут. Просто читает мои мысли. Всего несколько минут, док. А дверь заперта. Заперта. Свободите нас. Вау. Песком вырвало дверь. Давай выбираться отсюда, док. Да, бежать надо быстро. Потому что песок наполняется. Да, мы можем здесь просто утонуть. Давай наверх, фей. Погнали, погнали, погнали. Фю, пронесло. Да, низ уже затопило, как вы видите. А сохраняться пока не будем. Так, а куда нам бежать? Успевают нападать еще, видимо. Да, те солдаты, которые есть на корабле. Ну, немножечко поразвиваем цитана. Кстати, что за несправедливость? Почему у него хп больше, чем у фея? А уровень ниже. Бац! Кто-то бросил гранату. Что-то фею так прилично досталось. Так. Остались только эти трое. А, кстати, у нас же у фея новый ударчик. Надо попробовать. Промазал. Так, ну ладно. Атакует цитан. О, он выучил. Выучил первый спецудар. Классно. Давайте посмотрим. Так. Вот у нас еще есть какой удар у фея. Два треугольника крест. И у цитана. Первый. Самый простенький. Давай, 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 фея. Ну, что такое? Что ты слез? Дог, куда ты пошел, Дог? Фей, ты меня слышишь? Я двигаю кран в сторону кабины Велтал. Скорее, иди по крану, и у нас мало времени. Понял, Дог. Но когда ты закончишь, то можешь поскорее идти туда. Так, ну что ж, Дог нам повернул этот кран, по которому нам нужно очень аккуратно пройти. Я не вижу фея. Так, подождите. Так, вот развернем. Так, здесь перегородка. Аааа. Свалился. Да, ну, опять. Одет. Каким-то образом он все-таки зацепляется. Да. Так, здесь опять переходим. Так, еще разок. И сейчас он может спуститься прямо в кабину. К роботу. Ну, как помнится, они вроде говорили, что он неисправен. Все время говорят, что ему нужны Какие-то запчасти Но вот, видимо, нам с тобой судьбой Определено быть вместе Тем не менее, каждый раз Его феи используют И ничего вроде как бы Успешно Ну же, док, сюда, скорей Да, они свалили Ух Из плена спаслись Но там у нас еще поджидают пираты Ты в порядке, док? Ха-ха, что ж, доктор Цитан Узуки Похоже, больше тебе твой волосатый мешочек В штанах не понадобится Это он о чем Ух ты, ничего себе Извини меня, док, у меня не было времени Открыть кабину Ты действительно в порядке, док? Фея, я просто пошутил Поездка в руке была неплоха Теперь я понимаю, чем так хороша Эта засекреченная экспериментальная машина Кислева Да, когда я его завел Он начал сам выделывать Разные штуки Система оценки окружающей обстановки И сокращение веса Включилась автоматически Правда? Невероятно Вот новые же технологии Сам ты спасся Но оставил друга Тонуть в море песка Разве ты Тут не веришь в дружбу? Так, у нас Встреча с пиратами А у них тоже имеется робот Между прочим Нехилый такой робот Не очень-то мужественно Вы поступили Бросив умирать Ваш взвод И удрав роботе Вы так не считаете? В общем, он подумал Что они Солдаты Авиха И что они бросили Своих И свалили Секундочку Мы не солдаты Авиха Пират Лучше Оправдания у тебя не нашлось Вы выпрыгиваете Из корабля Авиха И заявляете Что вы не солдаты Авиха Хватит морочить мне голову Я говорю тебе Это правда Как ты жалок Даже если ты самый Бесхребетный Из всех солдат Ты должен собрать Волю в кулак И не дать достойный И отпор Прекрыти я говорю тебе Что я не солдат Я не хочу драться Какое сиротство Почему бы вам Не прекратить Жаловаться Не бросить робота И не убежать Не выводи меня Фей же Истерикан Для того Кто не хочет драться Ты довольно силен Ага Вездеход Да Так вот оно В чем дело Теперь он мне Еще больше Приглянулся Он хочет забрать У нас робота Все это прямо Хотят Этого робота Так Да У него вот такие Хлысты И у нас есть Новый удар Который он Блокировал По-моему Но драться с ним Не нужно Совсем прямо Так До победы Лишь только Немного снизить Его хп У нас не получится Победить сейчас Этого пирата Блин По нулям Фей Ну как же так то Ты че Так Опять он как то Так увернулся Фей Почему твой робот Не умеет Так хорошо Уворачиваться А Ты че Пропускаешь Все удары Ну-ка Соберись Ааа Мимо Жестокая Жесть Это все Потому что Она ему Вот эту штуку Музит Понижает У него Реакцию Видимо Так Музит Так Музила Так Так как так то Столько ударов Уже пропустил Это жесть Вообще У него У него быстрее Что ли Копится Это Время Как полоска Времени Потому что Атакуют У нас Чаще Блокировал Блокировал Смотри Молодец Какой Все О нет Какая Досада Зубучие пески Ребята Конечно Нашли Где драться Пылу сражения Меня засосало В зубучий песок Черт Именно меня А не кого-то Другого Нашли Вот вы Где Подраться Конечно Пески Черт Это Ты во всем Виноват Ты еще От меня Получишь Так что Приготовься Почему Эй Иди сюда Сейчас же Я тебя Не буду Убивать Я просто Хочу Чтобы ты Вылез Из этого Робота Эй Ты не Солдат Авиха Я Сказал Тебе Это Ранее В сообщении По рации Ведь Это Ты Меня Не захотел Слушать Не так Ли Ха Ха Извини Друг Я Да Я Помню Что Что То Такое Ты Говорил Я Не Совсем Врубился Решил Что Вы Враги Меня Зовут Барт Я Пират Который Работает На Этой Территории Меня Зовут Фей Я Был Арестован Без Особой На Топ Причины Посажен Транспортный Корабль Авиха И Меня Чуть Было Не Отправили В Конц Лагерь Но Тут Появились Вы И Разнесли Эту Штуку К Чертям Собачьим Ладно Я Я Очень Рад Что Смог Выжить Понятно Что Ж Я Рад Что Хоть Немного Тебе Помог Но Я Не Думал Что В Военном Роботе Может Ехать Штатский Человек Вроде Тебя К Тому Ж Этот Робот Абсолютно Новая Модель Я Таких Раньше Никогда Не Видел Скажем Так Произошло Много Разных Интересных Вещей Я Вовсе Не Хотел Быть Его Пилотом Но Где Мы Находимся Кажется Мы Попали В Очень Странное Место Я Не Слышал О Том Что Под Пустыней Могут Существовать Такие Огромные Сталактитовые Пещеры Что Ты Ничего Не Знаешь Да Откуда Ты Пустыня Покрывает Лишь Примерно Тысячу Шарлей Внешней Поверхности Земли Пласт Под Ней Состоит Из Камня Из Моря Деревья В Море Песка А Теперь В Сталактитовую Пещеру Что Дальше О Чем Это Ты Говоришь Ну Он Про Своё Путешествие Рассказывает Что Он Везде Уже Побывал Да Так Ни О Чем Не Обращаю Внимание Мы В Беде Послушай Дыра Через Которую Мы Упали И И И И И Нам Лучше Найти Другой Выход Наружу Ты Хочешь Заключить Временное Перемирие Хотя Бы До Того Момента Когда Мы Найдем Выход Да Договорились Сначала Нам Нужно Найти Выход Отсюда Так Что Пойдем Вперед Так Они Решили Объединить Усилия Чтобы Выбраться Отсюда Из Под Песка Из Пещеры В Которую Они Провалились Фью Слава Богу Я Не Хотел Засохнуть И Умереть В Пустыне Эй Ты Я Знаю Что Ты Устал Но Не Стоит Выходить За Рамки Заткнись Ты Потопил Наш Корабль Не Забывай Об Этому Нет Это Ты Заткнись Благодари Нас Что Тебя Вообще Спасли Прости Меня Есть Кто Мертвый Без Рук И Без Ног Или Требующий Операции Никого Черт Какая Досада Не На ком Попрактиковаться Цитан Понятно Значит Твой Молодой В кавычках То время Не Стрелял По Чему То Определенному Сигурд Сигурд Да Он Просчитал Эту Атаку Ну Так Он По крайней Мере Говорит Как Ты Видишь На Этот Раз К тому Никто Не Погиб Сигурд Сэр Сбор Припасов И Солдат Транспорта Авиха Почти Закончен Мы Все Еще Не Можем Найти Молодого Мастера Взвод Генерала Майтера Еще Раз Прочешет Весь Район Хорошо Я На Тебя Рассчитываю Да Сэр Поскольку Я Часть Этого Отряда Я Должен Удалиться И Удалился Так Что Случилось С твоим Молодым Которого Ты Зовешь Мастером Он Провалился В подземную Пещеру Вместе С другим Парнем В роботе Она Находится Рядом С раскопками Он Находится В роботе Так что Он Как Нибудь Выберется Наружу Мы Попытаемся Найти Но Если Ничего Не Получится Тогда Мы Будем Ждать Его Место Встречи Кажется Ты Ему Слишком Доверяешь Вери Ему Да Я Верю Что Он Создает Нам Неприятности Вот Уже Не Думал Что Увижу Тебя Здесь Хью И Что Мы Понимаем Что Они Давненько Знакомы Уже Цитан И Сигурд И Сигурд Его Называет Хью Это Непростое Совпадение Это Неизбежное Последствие Я Так Полагаю Хью Ты Хочешь Сказать Что 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 Должно Произойти Нас Хранится Итак Наши герои Объединили Свои усилия Будем Искать Выход Отсюда Так О Смотри Что Мы Нашли Мои Сенсоры Принимают Сигнал Большой Пещеры С другой Стороны Вот Если Мы Могли Избавиться От Этого Булыжника Но Я Сомневаюсь Что Мы Можем Расколоть Его На Куски Я Думаю Мы Могли Мы Попробовать Его Отодвинуть Подожди Как На Это Не Посмотри Один Такой Толкает Но Он Сдвигается Реально Сдвигается Какого Чёрта Ты Делаешь Скорей Помоги Да Совместными Усилиями Они Такую Каменюгу Сдвинули Мы Сможем Пройти Если Будем Помогать Друг 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 Давай Сделаем Так Чтобы Выбраться Отсюда Гидромеханическая Трубка Для Моего Коленного Сустава Уже На Грани Поломки Это Всё Из-за Того Падения С Потолка За Которым Последовал Сталкивание Этого Волуна Будет Не Сильно Хорошо Если Мой Робот Сломается В Этой Пещере Твои Друзья Не Придут Нам На Помощь Ждать Их Только Время Зря Терять Скорее Всего Они Не Придут Но Разве Они Тебе Не Друзья Мы Верим Либеральное Воспитание Они Думают Что Мы Сами Сможем Выбраться Интересно Все Все В Порядке С Долком Не Беспокойся О том Человеке С Которым Ты Был Я Уверен Что Наши Люди Его Уже Спасли Что Это Фей Мы Сюда Не Упали Если Б Ты Меня Слушал Не Вини В Это Меня Тебе Надо Было Сдаться Вместо Того Чтобы Подраться Со Мной Мне Нужен Был Только Твой Робот Не Смеши Меня Это Ты Первым На Меня Напал Что Еще Мне Оставалось Делать Я Думал Что Умру Если Не Буду Защищаться Но Я же Тебе Поддавался Разве Ты Этого Не Понял Тогда Ты Слегка Туповатый В общем Истерикан Еще Туповатый Как Только Бедного Фея Не Обозвали Подожди Сначала Мы Должны Разобраться Я Ничего Не Смогу Сделать Пока Мы Не Покончим С Нашим Спором Раз И Навсегда Я Думал Ты Хочешь Заключить Перемирие Кажется Важнее Для Нас Выбраться Отсюда Когда Мы Отсюда Выберемся Я Буду С тобой Драться Сколько Угодно Давай Пойдем Отсюда Поскорее Ты Мне Не Очень Нравишься Черт Возьми Я Тебя Достану Когда Мы Выберемся Отсюда Эх Вы Так Подожди Подожди У нас Сражение О Это Кстати Очень Такой Неплохой Робот Вы Знаете Он Может Подойти И Починить Например Робота Или Добавить Топлива Да Но Также Он Может И Взорваться Феи Барт Повысили Уровень У нас Тут Что-то Есть Интересненькое Голд Найт Мы Кстати Будем Находить Тут Разные Такие Штучки Которые Можно Будет Потом Продать Сейчас Будем Двигаться По Этому Длинному Туннелю И Сражаться По Пути Сражаться Еще Вау Здесь Еще Есть Люди Сначала Завалим Робота Классно Мы Бартом Управляем Тоже Он Мазила Тут Еще Конечно Эти Люди Нам Никакого Вреда Собственно И Не Причиняют Поэтому Их Оставим На Потом Упал И Сам Себя Поранил Бестолковый Сломайся Вот Так Вот Я думаю Барт Одним Таким Ударом Мог бы Вынести Всех Людей Но Убивать Мы Будем По Одному Последний Ты Остался Дышь Такой Удар Кулаком Жестко Барт Снова Повысил Уровень Как Здесь Легко И Просто Но Это Только Вначале Когда У нас Будут Такие Достаточно Высокие Уровни Развития Там Все Будет Намного Дольше И Сложнее Смотрите Барт Летит Ой Едет А Фей Летит Разные У них Передвижения Роботов Так Тут У нас Робот У которого По-моему Можно Что-то Купить Раскопки Авиха Номер 8 Описать Текущую Ситуацию Информация По Кружающим Мире Датчик Отмели Невероятно Большое Количество Песка Песчаный Барьер На юге От камней Террасы Был Перекрыт Чтобы Предотвратить Попадание Песка В область Раскопок Что это за робот Он слишком Хорошо Отрегулирован Чтобы Просто Так Здесь Находиться Ладно Я его Перепутала Немножко С другим Роботом У нас Будут Потом Такие Роботы Встречаться У которых Можно Приобрести Новые Детали Кто Был Мог Подумать Что В таком Месте Кто Может Жить Давай Посмотрим Да Глубоко Под землей В раскопках Мы Нашли Некую Хижину И Хотим Полюбопытствовать Кто Же Там Живет Так Я Сейчас Ребята Сделаю Сохранение И Закончу Серию А мы С вами Узнаем Кто Же Здесь Живет В следующей Части До Встречи Пока Пока Субтитры 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 Субтитры